Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Как вы видите, сегодня я с яркими губами, и это неспроста. Хочу рассказать вам про серию комплименты от Reluie. Это жидкая матовая помада. Решила посвятить ей отдельное видео, так как продукт действительно очень хороший и достоин отдельного внимания. Так, на сайте производителя прочитаю, какие свойства он имеет, и скажу, действительно так или не так это. Матовая жидкая помада True Matte Complementy. Это абсолютно матовый эффект, без намека на блеск и сияние. Это верно, абсолютно матовое покрытие, нет блеска никакого. Если в помадах Luxe Visage, Pin Up действительно нужно промокнуть салфеткой, чтобы получить матовый эффект, то в этих помадах ничего подобного не нужно делать. То есть абсолютно матовая помада, не оставляющая никаких следов. Полностью перекрывает цвет губ с первого нанесения. Это тоже правда. Полностью перекрывает цвет своих губ. У меня оттенки 0.1 и 0.8. 0.1 сегодня у меня на губах. Только яркие, смелые оттенки, без полутонов, без компромиссов. Ну, это так, тоже верно. И в линейке у них представлены очень яркие оттенки. Жидкая текстура на губах быстро превращается в совершенное матовое покрытие. Это тоже верно. Вообще, буквально чуть-чуть, буквально вы накрасили по контуру, оно уже матовое. Стойкий цвет, бросающий вызов даже самым страстным поцелуем. Комфортно и неощутимо. При этом ваши губы всегда в центре внимания. Действительно, я вот сейчас ее не ощущаю на губах. Некоторым она, я читала отзывы, подсушивает. Но для моих губ как-то комфортно. Даже я не наносила перед тем, как нанести помаду, никакого бальзама. Но я абсолютно себя хорошо и комфортно чувствую в ней. Ну и тут рекомендации. Для избежания пересушивания губ перед использованием матовой помады рекомендуем нанести бальзам для губ для большего комфорта в носке. Ну, вот о чем я и сказала. Кому нужно, кому не нужно. Нужно попробовать, скорее всего, чтобы определиться, как и что. Для того, чтобы помада не вышла за контур, рекомендуется использовать контурный карандаш или аккуратно пририсовать губы кончиком аппликатора, затем заполнить центр цвета. Не знаю, я бы воспользовалась контурным карандашом для удобства. И только поэтому. Потому что вот обычным аппликатором, который здесь представлен, очень тяжело. Он обычный, то есть обычный аппликатор. И им тяжело с первого раза провести ровный контур. Лишь для того, чтобы сделать ровненько все, без каких-то проблем, я бы воспользовалась карандашом. А так, не знаю, ничего у меня не плывет, ничего у меня не вылазит за контур. Помада абсолютно быстро схватывается и держится хорошо. Не знаю, для чего. Матовая жидкая помада очень стойка, поэтому удалять ее мы советуем средствами для снятия макияжа на основе масла. Это верно. Мицеллярная вода эту помаду не берет. Обычные жидкости для снятия макияжа также ее не берет. Ее берет только двухфазная жидкость для снятия макияжа или оливковое масло, кокосовое масло, какое у вас есть. Это верно, потому что обычным средством ее очень тяжело смыть. Она уже держится, так держится. По стойкости я бы сказала, что если вы не будете кушать в течение дня жирную пищу, то, я думаю, помада может немножечко только стереться вот здесь вот внутри. Но контур, как держался, так и будет держаться. Я думаю, что для такой цены помада очень достойно выглядит, достойно держится. И подправить днем где-то чуть-чуть ее внутри, я думаю, не составит никакой проблемы. Идеально подходит для создания модного эффекта в макияже омбре. Для этого следует использовать два оттенка помады. Я также пробовала это делать. Более темный 0,8 я наносила по контуру и уголочке, а по центру я уже наносила на первый. И это действительно очень здорово смотрится. Губы становятся более объемными. Независимо от того, что текстура матовая, и очень красиво это смотрится. По выводу, что могу сказать, что помада действительно очень достойная. За ее цену сейчас по курсу где-то 2 доллара. Стойкость обалденная. Можно сделать выводы из того, что помада смывается маслом, масляной текстурой какой-то. Выглядит она очень здорово, вархатистая, очень ухоженный вид к губам придает. Но эта помада не прощает шелушение, как и любая другая матовая помада. Если у вас губы неухоженные, то она с удовольствием все подчеркнет. И красивым это назвать будет очень сложно. Так что обязательно ухаживайте своими губами не для того, чтобы носить матовую помаду, а для того, чтобы просто ваши губы были красивыми. Поэтому по итогу я, конечно, могу всем только рекомендовать помады из этой серии. Даже больше я рекомендую их, чем Люкс Визаж Пинап, потому что вот это действительно матовая помада. Задавайте вопросы в комментариях, буду очень рада. Ну, а мы с вами скоро увидимся. Всех целую. Всем пока!